Дорогие друзья, добро пожаловать на передачу «Почему Израиль?». Мы верим, что она поможет открыть важность и значимость Израиля в жизни каждого христианина. В нашей студии новые участники Максим Кулебицкий и Аделет Тайполодов. Приветствуем вас. Здрасте. Сейчас вместе с нашими зрителями вы послушаете лекцию Вильяма Глэсхауэра. А после просмотра я попрошу вас высказать свое мнение по поводу увиденного. Если у вас появятся вопросы, вы сможете их задать нашему эксперту Анатолию Ермохину. Он с нами на связи. Анатолий, добрый день. Добрый день всем. Здравствуйте. Здравствуйте. В конце нашего с вами обсуждения я попрошу вас посоветоваться между собой и определить главную мысль услышанного сегодня послания. А в завершении передачи вы сделаете фотографию с этой надписью. Итак, задача ясна? Да, ты все понял. Да. А ты? Ну, хорошо, я вижу, вы настроены позитивно. Сейчас я предлагаю нашим зрителям показать, что же написали предыдущие участники. Покажите нам, пожалуйста. Итак, это, дорогие зрители, вам напоминание то, что было в прошлой передаче. Спасибо. Ну что же, итак, мы смотрим лекцию всемирной известного учителя. Смотрим Вильяма Глазхауэра. После пасхальной вечери наш Господь зашел на крест, где пострадал, пролил свою кровь, которая струилась из его многочисленных ран. Его били, его избивали, ему на голову возложили терновый венец. Шипы пронзили его кожу, и из ран хлынула кровь. Его повели на крест, где он вновь истекал кровью. Его руки и ноги пронзили гвоздями. Когда он умер, один из воинов, копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла из него кровь и вода. Тогда агнец Божий, истекавший кровью, которая струилась из многочисленных ран его, отдал свою жизнь за грехи мира по собственной воле. Он сказал, «Никто не отнимает у меня жизнь. Меня не убивают. Я пришел в этот мир, чтобы отдать мою жизнь за искупление многих». После смерти на кресте он был погребен и воскрес из мертвых на третий день. И затем, на протяжении сорока дней, говорил со своими учениками и друзьями о будущем и о Царстве Божьем. В конечном итоге, окутанный облаком славы Божьей, шехиной Божьей славы, он вознесся на небеса с масличной горы. Это была шехина, не дождевое облако. Ее можно сравнить с завесой между тем, что здесь и небесной славы. Он вознесся на небеса, где воссел по правую руку отца. В один день он вернется на землю и вновь ступит стопами ног своих на гору Елеонскую. Но прежде чем уйти, он попросил своих учеников держаться вместе, сказав, «Я и залью дух мой на вас, и непрестанно буду с вами в духе моем». Вы будете проповедовать Евангелие. И когда оно будет проповедано по всей земле, тогда я вернусь во славе, и затем конец, и затем придет Царство. Итак, знаки Нового Завета, ломимое тело и пролитая кровь нашего Господа — это символы Нового Завета, заключенного с Домом Израиля и с Домом Иуды. Чтобы родиться свыше, нужно, чтобы в тебя вошла новая жизнь от Святого Духа. Давайте обратимся к книге Деяний, вторая глава. Речь здесь идет о Шевуоте, еврейском празднике, которым мы называем Пятидесятница. Это был один из еврейских праздников, который праздновался в храме, когда евреи приходили в Иерусалим со всех концов Римской империи, чтобы вместе отпраздновать его. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Как вы думаете, кто там был? Язычники? Конечно же, нет. В пятом стихе написано, «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами». Откуда же они пришли? Девятый стих дает ответ. «Там были парфяне, медяне, еламиты и жители Месопотамии, иудеи Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Помфилии, Египта и части Сирии, прилежащих Керенеи и пришедшие из Рима, Иудеи и Прозелиты, критяне и арвитяне». В конце 10 стиха написано «Иудеи и Прозелиты», Иудеи и Прозелиты, то есть обращенные в иудаизм. Кто же мог быть обращенным в иудаизм? Это были язычники, принявшие иудаизм. Кого же называют обращенным в иудаизм? Это Прозелиты. Обращение в иудаизм возможно и сегодня. Если вы хотите стать иудеем, вам необходимо подойти к раввину и сообщить ему о вашем желании. Раввин не станет поощрять это. Он отправит вас домой, чтобы вы пересмотрели свое решение, поскольку быть евреем в нашем мире очень нелегко. Это значит, что вас будут ненавидеть и преследовать. Но если вы поистине хотите принять иудаизм, то это возможно. Если вы получите согласие Раввина, вам предстоит изучить иудаизм, сдать определенные экзамены, мужчины должны пройти ритуал обрезания, женщины окунутся в специальную купальню в конце процесса обращения, и тогда вы становитесь иудеем, хотя и не родились евреи. Здесь, на праздновании еврейского праздника Шевоут в храме присутствовали иудеи и празелиты, которые пришли туда со всех концов Римской империи. И вот что-то произошло. На всех учеников, на 120 человек, излился Дух Святой. Я думаю, что их было 120, потому что именно это число упомянуто в первой главе Книги Деяний Апостолов. Хотя на празднике Пятидесятницы присутствовало и более миллиона евреев, Святой Дух излился на 120 из них, не на всех иудеев. Итак, Дух Святой изливается, и Новый Завет вступает в силу во всей своей полноте. Святой Дух скрепил печатью ломимое тело и пролитую кровь Иисуса. Когда это произошло, Святой Дух мог не только свидетельствовать о значении ломимого тела и пролитой крови, но и проявлять это в жизни людей. Теперь мы можем быть рожденными свыше. Теперь мы заключены, скреплены печатью Духа Святого. Но все-таки, хотя это и случилось при наступлении Дня Пятидесятницы, участниками происходящего были исключительно евреи, а язычников здесь нет ни слова. Все это произошло с иудеями и празелитами, неевреями, обращенными в иудаизм. Поэтому многовековое учение Церкви о том, что Ветхий Завет был заключен с Израилем, а Новый Завет с Церковью — это попросту ложь. Это неправда. И Ветхий, и Новый Заветы были заключены с Израилем. Фактически все Заветы, упоминаемые в Библии, были заключены с Израилем. Ни один из библейских Заветов не был заключен с Церковью. Я не говорю о Завете, заключенном с Адамом, или о Завете Ноя, это другая история. Но со времен Авраама все Заветы, о которых говорит Библия, заключались с Израилем, включая и Новый Завет. Вы можете спросить меня, а как же насчет нас? Каково же наше положение? Неужели нам ничего не причитается? Если все Заветы были заключены с Израилем, то каким образом мы можем быть приобщены к ним? Нам придется подождать до 10 главы книги Деяния апостолов, потому что именно в ней, наконец, мы находим упоминание у нееврея. В Кейсарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Кем был этот Корнилий? Он был италийским солдатом, может быть, генералом одной из римских армий. Он жил в Кейсарии и был представителем оккупационных сил, которые были расквартированы в Израиле в то время. Очень сильное впечатление произвела на него иудейская религия, в которой, в отличие от римского и греческого многобожия, был один единственный невидимый Бог. Один творец и красивый образ жизни иудеев, основанный на десяти заповедях Божьих. Иудаизм привлекал его, но он не стал иудеем. Он поддерживал евреев и синагогу, творил много милостыни бедным. И в своей тайной комнате он даже начал молиться этому единому, невидимому Богу. И тогда Бог сделал что-то особенное для Корнилия. Он послал к нему ангела с одним единственным посланием, которое заключалось в том, чтобы он, Корнилий, отправил нескольких своих слуг к Петру в Иопию. А от этого Петра он должен был узнать намного больше. Именно так Корнилий поступил. Он посылает людей в Яфу. Что же произошло дальше? Об этом мы узнаем на следующем занятии учебного цикла «Почему Израиль?» Ну вот, вы послушали лекцию Вильяма. Ну, буквально два слова. Как ваши впечатления? Потому что вы, возможно, первый раз слушали подобное что-то. Ну, мне было интересно. Ну, правда, об Израиле в последнее время не так часто, где услышишь или об учении. Ну, если ты хочешь, конечно, можно найти сейчас век таких технологий, что можно все практически в интернете найти. Но так, чтобы об этом прям говорилось, об Израиле, чтобы рассматривалось даже Писание с точки зрения из евреев, Израиля, ну, очень-очень мало. И, в принципе, было очень интересно. Ну, хорошо. Адилет, тебе есть что сказать? Да, могу согласиться с Максимом. Очень интересное слово. Также интересно, как вообще Бог говорит об Израиле, как он его, скажу так, делает особенным, упоминает... Да. Да. Ну, хорошо, да. Есть особенность, я согласен. Ну, была мысль такая у Максима, если интересует эта тема, то её всегда можно найти. Вот цель нашей передачи – заинтересовать зрителя, побудить их, мотивировать их, чтобы у них появилось это желание, потому что тема широкая, многогранная, и это так и есть. Ну, хочу начать с первого вопроса. В самом начале лекции Вильям сказал, что облако, или, как он назвал, шахина, слава Божия, подняло Иисуса в тот момент, когда он возносился с Масличной горы. Деяния Апостолов, первая глава, вторая, вот как раз вот об этом всё повествуют. Облако, получается, отделило, как бы, земное от небесного. Ученики остались, Иисус вознёсся. Но ученики были научены Господом, и мы с вами это прекрасно знаем, что царство его нет мира сего, что вся перспектива, все будущие события, всё самое главное для нас, вся вечность, это небо, это будущее. Так вот, в связи с этим у меня такой вопрос, а насколько нам, христианам, важно земное исполнение пророческих слов, которые относились к будущим событиям, вот то, что будет происходить здесь, на земле, или, может быть, это уже нам не важно, или самое главное, вперёд в небеса, потому что небесное всегда имеет превосходство. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, с кого начнём? Давайте с Максима уже тогда, да? Мы начали сегодня с него. Максим. Хорошо. Ну, лично мне кажется, что исполнение всего того, что Бог обещал в Писании, ну, конечно же, важно, Он же не зря это всё обещал, значит, оно должно сбыться, во-первых, и мы причастны ко всем обетованиям, ко всем обещаниям, потому что мы сейчас здесь живём, и Бог каждому из нас дал и личное призвание, в принципе, призвание в целом как церкви, да, идти и, ну, доносить Евангелие, да, о том, что Иисус пришёл, Он искупил всех нас, то есть все обетования, которые Бог даёт, есть общие какие-то, а есть личные, которые касаются и меня, поэтому исполнение их, ну, мне не всё равно, конечно, на них, они важны для меня лично, ну, я, в принципе, я считаю их важными. Угу. Хорошо, Аделет, пожалуйста. Также, соглашусь с Максимом, ещё для меня, ну, Бог создал каждого человека особенным в его глазах, и каждый человек для него является личностью определённой, своим, скажем так, о будущем, судьбой, талантными, дарованиями, и то, что он нам говорил, там, особо, соблюдением заповедей, да, о десяти, и вообще, в принципе, вручение, которое он дал всему человечеству, а также особо Израилю, что нужно пойти, проведовать всем народам, о том, которые ещё не знают, да, тем самым, расширить это вот видение, чтобы вся земля, она верила в Бога, и, как было сказано в видео, что, когда вся земля будет знать о Боге, да, тогда придётся спаситель, и начнётся что-то особенное. Ну, хорошо, мы бы хотели, чтобы зрители наши имели какой-то более полный такой вот ответ, и, конечно, здесь мы уже обращаемся к Анатолию, Анатолий, пожалуйста. Я вот боюсь, что то, что я скажу, не все воспримутся с воодушевлением, во-первых, как раз вот передачи, которые я веду, эскатологии Израиля, они посвящены тому, чтобы показать, что без буквальной реализации всего, что Бог сказал Израилю здесь и на земле, с этим буквальным Израилем, лично я считаю, впрочем, не я один, а многие другие библеисты и богословы считают, без такой реализации считать пророчества исполненными невозможно. Только буквальное понимание и интерпретация исполнения этих пророчеств. Поэтому, конечно, с этой землёй будет связано очень много, а, скорее всего, для нас будет всё связано самое ключевое. А вот теперь к менее популярным, менее популярным распространённым мыслям. Но даже в Новом Завете никто не говорит, что, сам текст не говорит нам, что нам обещаны небеса. Небеса – это вообще мир духов. Для нас, Богом, изначально была предназначена и задумана эта земля. я даже так, шокирую немножко фразой. Писание не говорит, что мы придём на небо. Какое-то время души праведников в бестелесном, развоплотившись, находятся в раю, на греческом «paradise sos». Скорее всего, это произошло от древнесемитского или семитского «parades» – рай. Отсюда английское «paradise». Вот они находятся, там эти души, и они ожидают чего? Они ожидают воскресения тел. А тела где должны находиться? Они должны находиться на земле. Поэтому апогей библиистики – это восстановление или воссоздание земли. Новая земля кто-то считает обновлённая, кто-то совершенно новая. Это, конечно, вопрос дискуссионный, спорный. Так или иначе, мы должны воскреснуть, чтобы с том и стать людьми. Пока человек без тела, он не человек, он дух. Даже если праведный, даже если находится в прекрасном таком месте, как рай. И даже если мы вспомним, я могу об этом говорить бесконечно, потому что я пару статьев на эту тему написал и думал про это. Мне, конечно, надо где-то остановиться, но даже если мы возьмём к примеру молитву Господню, то, что мы называем часто «Отче наш». Молитву. Как она звучит? «До втица имя Твое и да, придет царство Твое куда? Сюда, чтобы воля Твоя здесь, на земле, была как на небе. И это царство обязательно должно быть установлено здесь. А вот желание убежать с земли, это, скорее всего, не христианские, а даже больше, не библейские идеи. Это некое наследие эллинистических взглядов, или я бы даже сказал, гностического учения. Гностики, они учили. Ещё спасибо товарищу Платону, который лично мне, мне кажется, не совсем товарищ, вот он учил, что весь этот мир, это лишь тень, сути, вся суть находится там, в вечном эфире, и человек, находясь в теле, он в темнице, ему надо освободиться, и уходя с этой земли, перекреститься, и сказать, ну, слава Богу, всё плохое закончилось. Я считаю это, категорично считаю это, не библейскими взглядами. Весь этот мир сотворён Богом, и он требует искупления и исправления. Бог задумал человека для жизни на земле, он к этому человека вернёт. Поэтому, отвечая на вопрос про небеса, у меня вот такой довольно нетрадиционный взгляд, а иначе нам не нужно воскресенье тел, многоточие. Интересная мысль, положим её в копилочку наших знаний. Итак, вот наш участник, Аделет, это человек с таким интересным, красивым именем. Да, Кирилл, есть копилочка под названием Ересь, и мы туда её отходим. Почему Ересь? Ну, во всяком случае, пусть каждый, вот кто нас смотрит, слушает, размышляет, думает, почему нет. Вот такое есть мнение, конечно же, да. Только вот Аделет, это человек с красивым именем, который у нас в студии, он сказал, что Иисус дал поручение ученикам идти до края земли. И вот Дух Святой, перед тем, как это произошло, когда они получили это уже наставление, спустя 10 дней, конечно, Дух Святой и злился на 120 учеников. Новый Завет, как сказал Вильям Глэсхауэром сегодня в лекции, Новый Завет вступил в силу во всей своей полноте. Но у меня родился такой вопрос, который я хочу вам задать всем, всем троим, в том числе и Анатолию, ну, возможно, даже и нашим зрителям. А с кем Бог заключил Новый Завет? Ну, и если вы, скажете, дадите определенный ответ, то, пожалуйста, аргументируйте его на основании Священного Писания, ну, и добавьте, конечно, свои размышления. Всем нам очень интересно. Начнем теперь с Адилета. Так, для кого он дал Новый Завет? Так, точно не помню, когда именно был сделан Новый Завет, но в прошлом. Ну, может быть, даже не вопрос, когда больше, да, вот прозвучал. А для кого он? А с кем Бог заключил? И Вильям, между прочим, об этом говорил. И ручки у вас не случайно в руках, чтобы записывать основные мысли Вильяма. Я это, правда, не записал, но запомнил. Запомнил? Да. Может быть, Максим? Может быть. Может быть. Максим? Но, если я все правильно услышал и понял, Вильям говорил о том, что Новый Завет, как и Ветхий Завет, был заключен с Израилем. Он говорил о том, что многие считают, что Новый Завет заключен с церковью, вселенской церковью, с христианами, скажем так, а Ветхий Завет чисто для Израиля, Новый Завет для всех остальных, для христиан. Вильям говорил, что это мнение ошибочно, неправильно, и как и Новый, так и Ветхий Завет был заключен с евреями, с Израилем. Да. Ну, я понимаю, Интересно, что я об этом никогда не думал. Ну, интересно, что это мнение Вильяма, да, а может быть все совсем по-другому, вам же не обязательно с его мнением соглашаться. Вот здесь своя мнение. Вот здесь какая-то библейская аргументация. Интересно. Не историческая, а библейская. Это пища для раздумий. Ну, в принципе, если так смотреть, если сейчас вспоминать Иисус, когда Он был на земле, я не, ну, может быть, я ошибаюсь, но я не помню мест в Библии, где написано, чтобы Он говорил, что все, что будет происходить, происходить для язычников напрямую. Он говорил, что вы пойдете, будете проповедовать, распространять до краев земли. Но, в принципе, если даже думать об этом, Новый Завет и Ветхий Завет. То есть, Ветхий Завет это то, что было раньше, а Новый Завет это то, что будет сейчас. И, в принципе, Иисус, Он говорил, что Он пришел не не разрушить завет заповеди, а исполнить их. И Новый Завет вступил в силу после исполнения заповеди, то есть, после того, что было сделано. И мне кажется, что оно, в принципе, логично, что Новый Завет, как и Ветхий Завет, был заключен с Израилем. И он, как бы, время Ветхого Завета закончилось, с того момента началось время Нового Завета для Израиля. Хорошо, Максим, спасибо тебе за твой ответ и Аделет за твой. Также, Анатолий, знаешь, мне очень нравится ход мыслей Максима. А что ты думаешь? Я бы ход мыслей Максима еще переслушал и конкретнее сказал. У меня сейчас все мысли по ходу мысли Вильяма. Вот. Знаете, про Заветы для меня остается темой довольно сложной. непростой. Если мы буквально будем интерпретировать и понимать как раз Иеремия 31-31, Евреям 8-8, автор посланника и Евреям цитирует, что наступают дни, когда заключу Новый Завет с домом Израиля и с домом Иуды, то, конечно, при буквальном понимании Новый Завет заключается с теми, у кого есть прежний. У нас прежнего не было. Для нас он не новый, для нас он вообще единственного возможного, если уж так буквально подходить к пониманию. Однако я не хочу быть оппонентом Вильяму, но здесь я я бы не ставил точку. Почему? Потому что через Христа Иисуса, через присутствовавших там на вечере апостолов, где он поднимает чашу, говорит, вот Новый Завет в моей крови, этот Завет заключается и со всеми последователями Иисуса Христа и апостолов. Почему обязательно или-или? Вот я сейчас подумал, пока братья отмечали, я подумал, а почему мы заставляем делать выбор между двумя ответами? А может быть и то, и то. Может Новый Завет, да, обещан был в Израиле, для них он новый, но он также в лице апостолов, которые были, как в прошлых мы лекциях слышали, от Вильяма, были представителями еврейского народа, но они также были полноценными представителями и начаткам Церкви Божьей. Я бы предложил альтернативный взгляд, что таким образом Новый Завет это исполнение обещания Израилю и заключение Завета с Церковью, которое через Христа Иисуса прививается к этим великим обетованиям. Ну, дорогие зрители, если вы уловили эту мысль, то расширяется понимание Завета, это очень, конечно, сильно. Ну, на мой взгляд, невозможно было заключить Завет с Церковью, как вот исторически так считалось до долгое время, поскольку самой Церкви еще пока не было, она была в перспективе, в зачатке, как Анатолий сказал. Ну, во всяком случае, есть над чем поразмышлять. У нас будет сейчас последний вопрос, мы будем выходить уже на финишную прямую, и я знаю, что у Анатолия вместо меня сегодня есть какой-то вопрос, который он хочет вам всем предложить. да, Вильям затронул интересную для меня тему, тему вообще Пятидесятницы, сошествия Духа Святого, и тоже, опять же, я этот вопрос несколько исследовал, и даже статью у нас опубликовал в журнале, еще где-то, не помню, уже на этот счет. А все мое исследование оттолкнулось от простого вопроса, а почему именно в этот еврейский праздник? Я вот сейчас хочу всем Пятидесятникам сказать, что ваше название это не в честь Пятидесятницы Издеяния, а это был такой еврейский праздник Пятидесятницы, он же Шаву-Шавуот, Шаву-Седемица, праздник Седмиц, он же Йом-Бикурим, день первых плодов, он же праздник Жатвы, Хак-Хак-Ацир. И на 50-й день от праздника Первого Астампада считывали, а мы знаем, что все праздники Господни, читайте Левит 23, они пророчески указывают на какие-то эпохальные вехи в судьбе человечества и отношении Бога с человеком, они все пророческие, почему именно в этот еврейский праздник Пятидесятницы, Шаву-От, происходит, описываемые в первых и вторых главах Диане Апостолов. Вот такой у меня вопрос, есть у вас какие-то предположения? У тебя есть? У тебя? Я первый спросил. Да, ты первый спросил. Слушайте, но для вас это уже высшая математика, ребят, я понимаю. Это сложный вопрос, но как бы... Не все сейчас вам завидуют там в студии. Я воспринимал День Пятидесятницы как День Пятидесятницы, то есть день, когда сошел Дух Святой, я в другом ключе никогда даже не думал, почему именно в этот день, или я даже не знал, что этот день до сошествия Духа Святого был еще просто другим праздником. То есть для меня это уже открытие. Да, нет таких... Лично у меня не было таких размышлений, я никогда не углублялся. Есть и есть, и что-то прямо такого кардинально нового. Я, конечно, узнаю, что это кардинально новое от слов Анатолия. как-то по-другому смотрю некоторые вещи, узнаю новые, но что-то говорить о том, что почему там... Может, это, как Анатолий сказал, День Жатвы, может, как-то с этим связано? Ну да, может... Это очень правильное предположение, очень правильное предположение, на мой взгляд. Правильно. Я не зря процитировал три названия и перевел их в педлески. Вообще, мой вопрос, он немножко коварный. Почему? Потому что я знал, что вы, скорее всего, попадете в тупик и попросите меня, ну скажи теперь нам. А мне очень хотелось рассказать вам про это, поэтому я этот вопрос придумал и задал. Но Вильям натолкнул нас на эти рассуждения. Я попробую в две минуты предложить свой тонативный взгляд, хотя есть мнение, что праздник Шивуот Пятидесятницы, он как бы праздник сюрпризов. По некоторым подсчетам, я долго, несколько лет пытался это проверить, потом все-таки согласился, что, скорее всего, так и было, что на Синае Бог 10 заповедей дал именно в эти дни. Плюс-минус в эти дни. И многие считают, что праздник Пятидесятницы праздник сюрпризов. И вот Господь решил такой сюрприз приготовить. Но меня такой взгляд глубоко не удовлетворяет. В этом слишком мало норовоучительного смысла, понимаете, праздник сюрпризов. И я оттолкнулся от этого названия праздник Жатвы. Именно в этот день начиналась Жатва. И первое, с чего, у нас что первое вырастает в огородах? Редисках, теплицах. Уже вот у нас на Урале еще снег по поясу, но уже в теплицах редиску высадили. И первое, что мы пожнем, условно пожнем, мы редиску из теплиц, прежде чем огурчики туда посадим. А в Израиле начинали сжать ячмень, брали первый сноб. Да, на второй день после, условно, Пасхи, пресноков, отсчитывали 7 раз по 7 шаву, седьмиц, и на 50-й день начиналась жатва ячменя. И первое, что они не из старых плодов, а из новых могли кушать, они кушали вот этот ячменный хлеб, который испекали. И начиналась жатва, после которой вообще начинался сбор урожая. И для меня главный результат Пятидесятницы, это не как для нас, я сам Пятидесятник, для нас Пятидесятников на говорении на языках, там еще что-то. Для меня главный результат Пятидесятницы это начало жатвы, потому что, если вы обратите, именно в этот день уверовала 3000, а потом 5000, началась жатва. Но для того, чтобы совершать жатву, чисто человеческих усилий недостаточно. Это по-другому еще установление Царства Божьего. Он им говорит, все 40 дней являясь и намучит о Царстве Божьем и говорит, оставайтесь в Иерусалиме, не отлучайтесь, но ждите обещанного от Отца. То есть, другими словами, скорее всего, он говорит, ожидайте Царства Божьего, а не как мы говорим, Духа Святого. Скорее всего, это в контексте Писания. О чем вы слышали от меня? 40 дней ему напоминало Царство Божьем. И вот Царство Божие им надо было установить. Для этого, он говорит, вы будете свидетелями этого, или проводниками этого Царства, но сами по себе вы не сможете его устанавливать. Вам нужна сила Духа Святого, которую они и приняли в этот день. И мы видим такая эффективная жатва. Сразу, эффективно. До этого не еще. 40 дней назад, чуть больше месяца назад они отреклись, разбежались, соблазнились. И вдруг такой потрясающий результат. Началась жатва Царства Божьем. Прекрасный ответ на хороший вопрос. Время резюмировать, оно подходит к концу, поэтому и Максима, и Аделета я попрошу написать там в двух, в трех словах какой-то общий смысл послания Вильяма. Я понимаю, сейчас ваши головы, возможно, кипят, но тем не менее, соберитесь, напишите, у вас есть буквально минутка, ну а мы с Анатолием немножечко сейчас пообщаемся. Анатолий, как тебе участники сегодня? Как они себя проявляют? Я вообще... Как чувствуешь? Вот скажи, как чувствуешь. Я как чувствую? Я вообще люблю мужские коллективы. Да. Когда у нас сестры, девушки, я немного могу тушеваться, что боюсь как-то загнать в угол неудобным вопросом. Не знаю, с братьями проще, поэтому я рад. Мне нравится. Да мне все, мне каждая передача наша нравится. Знаешь, что Кирилл хотел тебе сказать? Вот забыл такой пример привести на предыдущий вопрос, по поводу небес. Ведь мы люди... Такой пример. Когда садимся в самолет, мы же все молимся, чтобы самолет долетел. Правда же? Конечно. А это о чем говорить? Что мы где-то внутри генетически чувствуем, что мы не придуманы для неба. Мы придуманы для жизни на земле. Но мы иногда хотим с этой земли уйти не потому, что нам земная жизнь надоела, а потому, что проблемы земной жизни нас достают. Но на самом деле мы бы гораздо больше предпочли земную жизнь, но без проблем, без болезней. И скорее всего, апогей библистики как раз этим и должен закончиться. Ну и потом душа человека все равно рвется ввысь. Мы же духовные люди. Ну может быть... Да, ну может это метафора. Ввысь... Метафора, конечно. К высоким ценностям. К духовным ценностям. К незыблемым. К сокровищам нетленным. К нетленным. Совершенно верно, да. Ну конечно, вот еще немножечко я может быть скажу о празднике Швот. Мне кажется, уместно будет провести и такую параллель. Потому что, как ты сказал, жатва, она невозможна без действия Духа Святого. Это примерно то же самое, как и на Синае, когда Моисей для народа получает слова заповеди, слова тары от Господа и потом приносит это в народ. И народ не может жить без заповедей. Вот как будто эти слова вечные с неба приходят к народу. Точно так же и сошествие Духа с небес приходит эта великая ценность для того, чтобы происходило реализация. Потому что жатва без тех, кто будет жать, она, конечно же, невозможна. Отсюда и повеление идти до края земли. Аделет сегодня нам тоже это упоминал. И вот, мне кажется, еще с этой стороны тоже можно посмотреть, просматриваться это параллель. Сошествие. Как и в Ветхом Завете, так и в Новом. Ну, а сейчас устремляем взор на наших участников. Друзья, что вы написали? Покажите нам, пожалуйста. Последние штрихи. Штрихи. Подтушевка, дорисовка. Да. И сами же прочтите, пожалуйста. Поднимите, чтобы все увидели, зрители. В общем, основная мысль, как нам показалось, шла о Завете, который Бог заключал с Израилем, и о мнении, что Церковь, что Завет был заключен, новый Завет с Церковью. Вот как бы Завет, Израиль, Церковь. Вот. И какой правильный ответ? Интересная мысль. Но что мне здесь понравилось, что вы, говоря о Церкви и Завете, не забыли здесь Израиль. Кажется. Это очень важно нам, христианам. Почему Израиль? Совершенно верно. Почему Израиль? Держите, пожалуйста, то, что вы написали, мы сделаем сейчас фотографию. Итак, держите. Раз, два, три. Снято. Все, спасибо. Ну что же, передача наша подошла к завершению. Надеюсь, вам всем было интересно, и как и нашим участникам, и как и нашим зрителям. Да. Мы увидимся в следующей передаче. И всем мы желаем благословения. Всем до свидания. Всем пока. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok